здравствуйте дорогие друзья меня зовут ирина и вы на моем канале запасные крылья на моем канале я рассказываю о том как я похудела на 94 килограмма укрепила мое здоровье улучшила внешность и обо всем что меня интересует ставьте лайки и нажимайте на колокольчик во первых дорогие друзья я вас хочу от всей души поблагодарить сколько же с хороших слов я вчера прочитала в мой адрес мне было очень приятно спасибо вам огромное сейчас дорогие друзья время ужина и я сегодня буду есть на ужин суп и заодно поговорю с вами на тему как не падать духом и эта тема возникла у меня не случайно я заковырялась сегодня с ремонтом вообще окончательно но я вам расскажу сейчас и поэтому меня ни на что не было времени вообще я вчера вечером сварила томатный мультисуп это такой же суп как мои супы где много много всего но только в этот раз с томатом не знаю почему но мне захотелось именно вот томатного супа моя сегодняшняя еда 500 грамм супа это 200 килокалорий 43 грамма хлеба это 107 килокалорий и 20 грамм сметаны 32 и того 339 килокалорий но это такая нормальная на самом деле моя калорийность вот знаете что я дорогие друзья думаю все таки в природе все уравновешено вчера у меня был такой необыкновенно радостный день то есть во вчерашний день мне жизнь насыпала радости чересчур больше чем в обычные дни насыпает и сегодня зато она насыпала мне гораздо меньше чем в обычной то есть если сложить вчерашний сегодняшний день и поделить пополам то получится два обычного дня мне сегодня предстояло клеить обои и я нашла себе помощника мастера который мне иногда помогает вешает полочки собирал и кейскую мебель тарелочки вешал то есть я знаю его несколько лет за это время но может раз пять я его вызывала и когда последний раз он мне тарелочку вешал я спросил может ли он мне помочь с обоями и он с удовольствием согласился и он так хорошо мне все делал раньше он такой знаете крепкий молодой человек такую спокойную равновешенную ну то есть хороший во всех отношениях положительные я обрадовалась и думаю вот ведь как мне везет ведь вы подумайте да не переставая везет и сегодня с утра я была ужасно занята помните я покупала обои в коридор один рулон темно-коричневый от который должен быть по стенке где туалет и ванная остальные обои в цветочек коричневый ну помните я показывала вам и молодой человек говорит а давайте-ка я пока начну клеить обои те которые на стене где туалет и ванна то есть тот коричневый рулон я привыкла что этот молодой человек делает все хорошо я согласилась то есть ничто не предвещал беды и я была занята два часа то есть я не могла оторваться от моего дела и ко мне заходит молодой человек и говорит вы знаете у вас обои кончились я думаю как так то я же все рассчитываю я знаете такой человек который всегда все с плюсом покупать вот привычка проклятая у меня знаете на шкафах лежат какие-то целые рулоны одиночные прежних обоев то есть я такой человек который всегда с плюсом покупает я изумленно пошла в коридор и когда я увидела что он сделал я очень сильно удивилась вот знаете дорогие друзья те кто шьет я могу привести аналогию вот допустим вы купили материал на блузочку и вот вы раскладываете его на столе а потом берете все самые мелкие части детальки манжеты планочку погончики хлястики раскладывать их прям посредине материала и вырезаете а потом вы удивляетесь вдруг что на саму блузку на крупные детали то вам не хватает материала остались только обрезки вот это он сделал с собой то есть три широких метровых полотна он нарезал на полоски и поклеил там где-то что-то мелочи какой-то она крупно ему не хватило и когда я это увидела я сначала конечно духом упала вот скажу честно я не стала с ним ругаться потому что он хороший работник просто он не умеет он конечно виноват в том что он меня не предупредил что он это не умеет но с другой стороны у него не было чувства что он не умеет он думал что так правильно не вы понимаете и в эту секунду я осознала что в ремонте мне опять придется делать перерыв потому что эти обои мне надо заказывать опять идти в магазин покупать их и ждать опять неделю пока их привезут и это конечно меня обескуражило эмоции негативные эмоции хотели вылезти из меня наружу и испортить мне жизнь но не такой я человек не для того я столько времени работала над собой чтобы дать каким-то там эмоциям самовольно влезать мне в голову и портить мою новую прекрасную жизнь и я решила задуматься дорогие друзья и поговорить с вами на тему как не падать духом когда у вас сложная ситуация и так дорогие друзья какие же есть пути чтобы не падать духом первое надо помнить что в нашем мире постоянно меняющимся нет ничего вечного и постоянного что все течет и все изменяется и если вчера все у вас прошло удачно это совершенно не гарантирует что завтра будет также завтра нас может ждать провал и это нормально это обычная привычная наша человеческая жизнь сколько историй за мою жизнь я слышала о том как люди вызывали ремонтные бригады для квартир о том как строили дачи как они нанимали и как их кидали обманывали делали кое-как им приходилось этих выгонять строителей о новых нанимать таким историям не с числа и я же много раз об этом слышала но я почему-то верила что меня минет чаше себя но нет я такой же человек обычный как и все и должна жить по обычным человеческим правилам нужно принимать несовершенство нашего мира второе нужно помнить что все наши неудачи дают нам бесценный опыт как и собственные ошибки наши помните это моя любимая тема о том что ошибки это хорошо потому что именно так мы и учимся ошибки способ познания нашего мира и я расслабилась ослабила мою цепкую хватку контроля и поплатилась за это впредь дорогие друзья я буду внимательнее с человеческим фактором то есть я теперь буду контролировать постоянно мониторить ситуацию а не отпускать ее надеюсь на русский авось третья борьба это всегда шаг вперед чтобы совершать великие дела нужно выходить из зоны комфорта временно именно для совершения этих великих дел а потом снова возвращаться вот вы знаете я часто слышу вот этот слоган что чтобы жить хорошо нужно покинуть зону комфорта я с этим не согласна все мы стремимся именно к этому комфорту и это есть наша конечная цель тут надо правильно формулировать эту фразу нужно временно выйти из зоны комфорта вступить в борьбу сразиться победить и со счетом и с трофеями вернуться снова в свою чудесную зону комфорта четвертое гордитесь вашими победами вы как воин на которого напал трехглавый змей горыныч а вы его победили не падайте духом сегодня от того что проблемы свалились на вас а предвкушайте каким героем вы будете каким победителем когда вы конечно безусловно с ними справитесь предвкушайте вашу будущую победу ваши будущие лавры 5 мой любимый пункт верьте в то что все что с вами происходит это не просто так значит для чего-то это было нужно и чудеса дорогие друзья случаются нужно верить и готовиться я всегда люблю рассуждать на эту тему и сама из себя так уже давно веду что когда что-то у меня происходит негативная закрывается одна дверь я сразу начинаю зираться и предвкушать что-то новое интересное что может случиться вот в моей жизни потому что это же не просто так значит сейчас могут открыться новые широкие ворота возможностей поэтому еще неизвестно дорогие друзья может пройдет время и я вам скажу вот видите как мне повезло тогда что вот мастер не смог мне помочь а вот я купил новый рулон и вызвал новых людей и ну что и я еще не знаю но буду надеяться что-то хорошее однозначно седьмое безвыходных ситуаций не бывает но я не рассматриваю сейчас нашу биологическую смерть тут как говорится ничего не сделаешь а во всех остальных ситуациях дорогие друзья безвыходных ситуаций не бывает и когда кажется что просвета нет я сама была в таких ситуациях когда кажется что ничего нельзя сделать нужно использовать слова скарлетт охара я подумаю об этом завтра и когда вы ложитесь с этими мрачными мыслями спать то как правило на утро вы просыпаетесь со светлой головой и уже за это время в мозг обработал всю информацию сравнил ее с прежним опытом и выдал вам на гора наиболее приемлемое решение поэтому надо об этом всегда помнить и наконец восьмой пункт который не дал мне пасть духом моей ситуации значит вот этот случай это знак свыше что мне пора сделать передышку и когда я сама об этом задумалась мне показалось что вот этот знак свыше он наиболее вероятен вы знаете мою самодисциплину я натуральный телец вот настоящий то есть если я упрусь какую-то цель поставлю я должна ее достигнуть во что бы то ни стало и все это время я себе говорила ничего отдохнешь попозже добьемся перебьемся мои цели они были для меня важнее моего отдыха а сейчас смотрите как получилось что если я сама не захотела дать его себе то высшие силы распорядились таким образом потому что теперь пока я не получу новый рулон обоев у меня будет простой ремонтный то есть за это время я смогу себя восстановить хотя бы после таскания тяжести сколько на себе сейчас перетащил у меня до сих пор спина болит нет ну я конечно буду тюкать потихонечку там где-то что-то отдирать где-то что-то подшкуривать но это ни в какое сравнение не идет с тем когда я работала на полную катушку надеюсь дорогие друзья что я вас убедила что не стоит падать духом когда на первый взгляд у вас происходит какая-то неприятность сейчас дорогие друзья я наконец поем нормально вы знаете мне надо сегодня отвлечься я наверное даже может быть какой-нибудь детектив включу посмотрю или может даже ужастик какой-нибудь ужасный ужастик я знаете как люблю ужастики смотреть ну конечно чтобы я его раньше не смотрела потому что иначе как я пугаться то буду поздним поздним вечером я за шторю шторы непроницаемые мои совью гнездо на диване выключу весь свет включу фильм и буду смотреть и бояться а завтра дорогие друзья мне кажется когда я проснусь моей голове будет уже готовое решение моей проблемы еще раз дорогие друзья хочу сказать вам огромное спасибо а в конце как всегда моя любимая аффирмация с каждым днем моя жизнь чудесным образом становится лучше и лучше во всех направлениях и даже несмотря на сегодняшний облом пока